Молодые мамы в декрете — это люди творческие. К такому неожиданному выводу пришли авторы проекта «Мамочка года», финал которого состоялся на днях в Челябинске. Данная программа довольно-таки уникальная, потому что в ней собраны яркие профессионалы, которые работают в своих направлениях. И хореография, и фитнес, и соляные пещеры, и бассейны, различные мастер-классы, воркшопы. Где-то с детьми, где-то без детей. На протяжении всего проекта работает психолог, который непосредственно в рамках проекта может проконсультировать, дать какие-то рекомендации. Вообще, мое решение было спонтанным, и буквально я включилась, когда он уже начался. Муж мне дал стопроцентное добро и сказал, ну, если хочешь, давай, дерзай. Поэтому он меня поддержал, и даже сегодня, когда у меня девочки заболели, он спокойно с ними остался, меня отпустил. Я решила вместе с детьми заняться чем-то интересным. И в интернете, в ВКонтакте увидела такое предложение, как «Мамочки года». И, конечно же, я заинтересовалась и приняла участие с удовольствием. А мне такой подарок сделал мой муж. Улучшилось настроение, появился какой-то позитив, энергии прибавилось. Очень много впечатлений и интересных встреч. С помощью этого проекта, я думаю, можно, выходя из декрета, действительно плавно вернуться в ту жизнь, которая была до декрета, потому что декрет, ну, он действительно меняет. Никуда от этого не денешься. В обыденной жизни молодые мамочки общаются друг с другом где-нибудь в поликлиниках или на детских площадках. А благодаря этому проекту поводов для новых встреч стало гораздо больше. Проект помог отвлечься от домашней суеты, от работы, провести качественное и насыщенное время. Проект создал новую семью. Да, из мамочек. Понравилось, что именно времяпрепровождение именно с ребенком можно было провести. Поэтому очень рады. Знаете, все время проекта я поняла, что я так мало времени уделяю своему ребенку. И, наверное, больше всего мне запомнилась наша хореография и совместные вот эти вот моменты, когда ты чувствуешь ребенка, ребенок чувствует себя, и ты ощущаешь какое-то притяжение. И вот за это хочется сказать, наверное, спасибо данному проекту. На самом деле за два месяца мне даже, ну, по секрету, другие мужья моих подружек говорили, говорят, Катя так преобразилась. Она, говорит, выходит такая вся цветущая. Я просто дома, можно сказать, пять лет. С этим проектом я, правда, вся цветущая. На тренировки я иду, на какие-то мероприятия я иду, на репетицию танца мы все идем, собираемся. В первую очередь данный проект вдохновляет, наполняет участников позитивными эмоциями. В дальнейшем они эти эмоции дарят своей семье. И получается непосредственно в том, что вся семья становится счастливой, яркой, сочной. То, что непосредственно несется в рамках проекта. Кроме друзей и родственников, которые пришли поддержать конкурсанток, за проектом с удовольствием наблюдали партнеры, которые получили свой заряд положительных эмоций. Я считаю, что для мамочек очень важен такой проект. Я хочу поддержать и вручусь замечательные, красивые букеты. У них раньше среди партнеров не было такого интеллектуального развития, где можно было поучаствовать и мамам, и детям. Такого еще не было. То есть это впервые. По итогам зрительского голосования номинацию «Народная мамочка года» получила Елена Васильева. Кстати, данный проект уже стал региональным. Он реализуется также в Екатеринбурге, Тюмени и Перми. И уже сейчас на сайте «Мамочка года РФ» проходит регистрация на новый, десятый сезон. В качестве главного приза организаторы обещают поездку в Диснейленд для всей семьи.